Здрасте. Здрасте. О чем беседуете? Это от вас сейчас зависит, я же с вами беседую. Ага. Наука и техника. Хотите тему? О, интересно. Вы после школы заканчивали что-нибудь? Есть спеши образования? Средне техническое, но это было давно, правда. Я понял. Вечернее заканчивал уже. Технику. Технику вечернее. Да, да. О чем хотите поговорить про науку и технику? Да, вот тут месяц назад, наверное, узнал, что в России создали этот самый, как его? Как это? В общем, космический этот самый. Буксир. Да, точно. Ох, елки-палки. А каким образом создали? Что он уже есть где-то? Ну, его собирают уже. А, собирают. Да. И анонсировали, что в 2030 году через 10 лет полетит. Ну, про это не слышал, просто там я слушал мужик с Баумонки, он объяснял, как это действует, как это работает, в чем была проблема. Проблема была в системе охлаждения? Да. И как ее решили? Угу. Вот. Я видео смотрел, я просто случайно как-то нажал, и он начал это все как бы туда-сюда. Угу. Султан научить говорить. И потом показывать. Вот смотрите, вот он уже глазками начинает следить за книгой. Вот у него уже глаза умные становятся. Вот он уже говорит букву А. А вот он говорит букву И. Вот. А в целом ничего пока, так сказать, нет. Ну, а там или Ишак сдохнет. Угу. Или Султан поменяется. Эй, вы видите, как все объяснили насчет Ишака. Все грамотно. Это же стратегия Ишака. Да. Стратегия Ишака. Да. Дело все в том, что у вас, у вас на России нету ракеты новой для того, чтобы этот буксир запустить в космос. Вы какой ракетой собираетесь в космос запускать этот буксир? Какой ракетой? Ну, конечно. У вас есть ракета, чтобы эту фигню в космос запустить и хотя бы просто даже проверить? Ну, предположим, на секундочку. Ну, для начала в России практически два космодрома на территории России. Плюс плавучую эту самую, космодром, тоже пригнали на ремонт этого выборга. Да. Она, по-моему, в выборге, да? Плавучая это пустовой стол этот, да? Точно. И еще космодром в Казахстане арендуем. Точно. Так, а ракета какая стартует? У России четыре космодрома, да? Я понял. Ракета. Этот вопрос сняли, да? Ракета какая запустит этот буксир на орбиту? А сколько весит этот буксир? Больше 20 тонн. Это сейчас. А в результате работ обязательно масса еще вырастет. По проекту 20 тонн получается. У вас ракета есть новая какая-нибудь? Чтобы запускать такие вещи. Ангара. Когда последний раз летала? Ангара? Да. А это новая, по-моему. Так летала когда последний раз новая? Да ее запускали? Так запускали. Ее запускали один раз в легком варианте, один раз в тяжелом. Видите, насколько грамотно ее? Точно. А было это несколько лет назад. А после этого решили, что она же с 90-го года разрабатывается. Она уже устарела. А что там устарело? Концепция сама устарела. Ангара уже... Она что, последний раз когда Ангара летала? Ну вы же знаете, 90-какой год, сказали год? Нет, начали, начали ее проектировать в начале 90-х годов. Ну, предположим, в 90-м году. Сейчас уже, вы не поверите, прошло 30 лет. С момента начала проектирования, да. С момента задумки. И что? И вот оказалось... Через чужие мыши съели или что? Точно. Уже ваш Роскосмос... Задача же Роскосмоса не в том, чтобы какую-то ракету получить. У вас нет новых ракет. Ангара – это уже старая ракета. А чем старая хуже новой? О, она гораздо лучше, потому что новой у вас нету. Вот смотрите, например... А какая должна... Ну, например, хорошо. Новая ракета на каком топливе должна летать? На это самое? Ну, например... Я вот слышал, допустим, двигатели переводят на керосин. Не на этот самый, не на этом самом... Не на ядовитом топливе, а на керосине. Уже все будущее не за керосином. А зачем? А за метаном. Жидкий пара, жидкий кислород и жидкий метан. Пара, жидкий кислород и жидкий водород. Ну, у вас такого нет ничего. А у кого есть? Ну, смотрите. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки... А, в Штатах. В Штатах. Есть уже двигатели на метание. Этот двигатель называется «Раптор». Вот. Интересно. Очень интересно. Во Франции вот была ракета «Ариан-5» тяжелая. А сейчас уже к полету готовится «Ариан-6». И она на водороде. Водородная ракета. А у вас проблемы, потому что тот двигатель... Нет. Даже с керосином проблемы. Потому что новые двигатели RD-180, ну как новые, новые старые, это половинка того двигателя, который еще энергия «Буран» летала. У него, у того RD-170, который в Советском Союзе был создан, с очень большими проблемами, с очень большими усилиями, с очень большими деньгами, со взрывами стендов, взорвался уникальный в Советском Союзе очень дорогостоящий стенд. Почти, по-моему, больше года не было испытаний, потому что рвануло так, что был уничтожен единственный в Советском Союзе стенд для отработки двигателя RD-170. Так вот, двигатель RD-170, он имел 4 сопла и 2 трубонасосных агрегата. И еще в советское время были начаты работы, чтобы его располовинить. Он очень легко пополам делился. И получился двигатель RD-170. Так вот, американцы последний раз купили 6 штук, им Конгресс разрешил. Купить, совместно произвести совместным американско-российским предприятием 6 движков. Там электроника американская, клапаны, фитинги, все вот это фигня. Автоматика, вот. Но у вас нет ни одной ракеты, которая бы использовала двигатель RD-180. Американцы не разрешают вам это делать. Американцы нам не разрешают? Конечно, что же они? Совместное предприятие делает движки, запускают американские ракеты, запускают спутники разведывательные, военные спутники против вас. А шо, а вам шо, его разрешить в ваших ракетах использовать? Это, то есть, это с Байконура сейчас на американские ракеты полетели? Нет, нет, нет. Байконур это жопа мира уже. Американцы запускают на своих ракетах. Одна ракета называется Atlas, и вторая, по-моему, Centaur. Вот, они запускают военные аппараты, в том числе запускали, например, запускали, запускали, например, шаттл беспилотный маленький, он называется X-37. И что он там на орбите делал, больше года летал, никто не знает, вы не знаете. А у вас, конечно, беспилотный шаттл X-37 уже несколько полетов совершил. А вам они не разрешают на ракеты ставить эти двигатели? У вас нету ни одной ракеты, которая использовала бы двигатель РД-180? Ни одной ракеты? Ни одной ракеты нет. А какая ракета использует РД-180? То есть, и американцы не разрешают это стоять? Не разрешают, говорят, нельзя, те движки. А почему вы эти движки совместно с американцами, совместным предприятием производите? А в чё ж вы их на свои ракеты не ставите? Конечно, с американцами. Конечно, это же совместное предприятие. А, вот вы, блядь, как хорошо вам всё объясняете. Точно, а почему у вас нет ни одной ракеты? Почему, почему, я ещё не знаю, я вас лучше не буду, интересно, вы окажите. А вот сопла, вот эти сопла, да? Сопла, да? Сопла, да. А как их производят? А их производят на заводах Химмаш. Предприятие химоавтоматики в городе Химки. А как их производят? Как их делают? Точно не знаю. Там есть у вас станки какие-то, и они делают вот эти сопла. Там самое главное, это не сопла. Самое главное, это производство турбины, турбонасосного агрегата. Турбины, которая, да. И вот американцы, у них есть двигатели, у американцев, помимо РД-180. Потому что у них очень... А у нас сопло есть. А у вас сопло есть. О, вот оно что. Нозлы вот эти вот. Вот. Дело все в том, что вы можете либо повторять, пытаться повторить то, что на Западе сделано. Либо что-то советское пытаться повторить. Или как-то немножко усовершенствовать. А больше вы ничего не можете. Поэтому буксир с атомным реактором, это более-менее что-то новое. И ни хрена у вас нету. Это, да, это вам втирают, вам рассказывают про этот буксир. Это с таким же успехом, конечно. Это с таким же успехом. Да, 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 ваши геббельцы. Это с таким же успехом можно рассказывать, что вы там за 20 лет и шака научите. А потом, когда пройдет 20 лет... Это я слышал, да. Да, да, да. А пройдет 20 лет, вы скажете, что ядерный реактор уже устарел, и нужно ставить термоядерный. И будет новый буксир. Я вам могу даже больше сказать. Вот этот вот буксир на атомном реакторе, вы вот в каком городе живете? А, так, деревня. Деревня. Вы не боитесь, что при запуске ракеты этот атомный реактор вам где-то на голову упадет? Абсолютно. С атомного буксира? Абсолютно. А, на новых ракетах. У вас старые падают, типа протоны. Не боитесь? Все нормально. Там радиоактивный фон будет прикольный. А у американцев не падают ракеты? Нет? Падают ракеты. А американцы, они умнее, чем вы. Я объясню немножечко. Давайте. Не ваши двигатели совместные. Ага. Они же вам не разрешают их ставить на ваши ракеты. Так вот, смотрите. Если наши падают с нашими двигателями, а американские, наверное, тоже с нашими. А если и не падают, и не падают. Я понял. Дело все в том, что американские с РД-180, не помню, когда последний раз падали. Ага. Вот. Но у вас эти ракеты с этими двигателями не могут ни не падать, не могут падать. У вас нет ракет с этими двигателями. Сравнивать не с чем. У вас протоны падают. Протоны падают? Союзы падают. Это все советские ракеты 60-х годов. В этом году сколько упало? В этом году нисколько не упало. Почему? А, если в этом году не летали? Там буквально было, я не знаю, по-моему, один всего запуск был протона. Один или два запуска. Там такая ерунда. Роскосмос сейчас в жопе. Он не может их запускать. Так вот, смотрите, дело все в том, что сейчас запускать атомный реактор в космос совершенно бессмысленно. Я вам могу объяснить, почему. Смотрите, вот эта конструкция вот этого вот буксира космического, она представляет собой очень длинную такую ферму, на конце которой находится атомный реактор. Ну, как вы мечта, как вы, так сказать, втираете тут эту фуфломицин этот. И на самой этой ферме находится гигантский радиатор, потому что этот атомный реактор, он производит очень много тепла. И вот это тепло куда-то надо девать. Если этот атомный реактор, например, находится на подводной лодке или, например, в атомной электростанции, то там легко, потому что в подводной лодке там водичка есть, можно водой охлаждать. И, кстати говоря, один из методов пеленгации подводных лодок – это по тепловому следу. Подводная атомная ваша лодка, когда она идет, она оставляет за собой теплую водичку. И поэтому вот в том числе пытались, скажем так, запеленговать ваши подводные лодки. Но оказалось, что это не нужно. Ну, это может быть полезно, но не нужно. Ваши подводные лодки так шумят, что там и до теплового следа уже можно не обращать внимания. Они и так их слышно. Так я договорю. Так вот, дело все в том, что отдельные кусочки вот этого атомного буксира вы еще можете показывать. А соединить все вместе, тогда, когда нужен талант конструкторский, научные кадры, которые не говорят, нахрен нужен нам ваш Роскосмос с мизерными зарплатами, если толковый человек, он же уедет на Запад. Ну да. Они же нахрен, так сказать, не нужны вам тут в России. Так вот, смотрите, каждый квадратный метр в космосе солнечной батареи от Солнца получает больше киловатта мощности. То есть, имея, например, тысячу квадратных метров большие такие солнечные батареи, безопасные, без всяких ядерных реакторов, без ничего. Их вот так крестиком можно расположить, вот так и вот так на 90 градусов. Гигантские большие солнечные батареи. Они сейчас есть очень легкие, тонкопленочные, с механизмами, чтобы их развернуть в космосе. И даже с учетом того, что сейчас, ну вот такие образцы этих батарей, они имеют КПД, ну там, например, предположим, 10%, 15%. Развернув большие солнечные батареи, мы получим от Солнышка безопасно совершенно, без вот этих вот ядерных хвостов ваших, которые вам... Я же о вас забочусь, чтобы вам на голову стержни реактора этого не посыпались, активная зона расплавленная, чтобы к вам не прилетела. Я же о вас забочусь, я же очень добрый человек. Я понял, у вас кишкатанка. На Америку скинуть кишкатанка. Ну как, тут же пролетели рядом... У вас, у вас... Американцы обострали силки палки. Точно. Дело не в этом. Одну секундочку, договорю. У вас у всех ваших руководителей дети в Америке. Они направят на Воронеж, на вас. У них же у всех дети в Америке. В Европе, в Америке. У нас конституционная рекорда прошла, йоги-паки. Мы их всех, всех этих лишили гражданства американского. А-а-а, уже лишили американского гражданства. А кто-то приехал из Америки? Уже потянулись просто поезда, самолеты из Америки. Куча народа поехала в Россию. А кто приехал конкретно? Сколько человек приехало? Ну, этот, как его, боксер Джонсон, там, как это, Джонсон приехал, да. Это россиянин бывший. Джонсон, Джонсон, этот, как его, блядь, боксер такой, весь на колках такой. Целый боксер приехал. Да, потом этот самый, как его? Депардье. Депардье. Депардье, само собой, этот самый, французский, гушательский. Этот самый, как его? Блин. Бля, у меня иностранный язык. Ничего, ничего, я понял. Короче, три человека приехало. Артист, артист этот самый, как его? Точно, три человека приехало. Блин, как же это? Вы знаете, что у вас 60% молодежи. Такой здоровый мужик, я уже мочил. Потом этот самый, у нас этот, скорее прилетел этот самый, свой бой, как он, кан, кан, этот самый. Ну, в общем, на коньках, которые бегают. Да до хрена народ. У вас 60% молодежи мечтают свалить от вас. В Украину, наверное. Точно, в Америку, на самом деле. В Европу. Тут Владимир в рулетке сидит такой в красной майке, вникает. Вот он мечтает уже 10 лет свалить. Он только на хрен не нужен. Он здесь никому не нужен. И там на хрен никому не нужен. Вот кого, которые на хрен здесь не нужны, они и там не нужны. Понимаешь? Они этим живут. Это их мечта голубая. Он видит в красной майке такой мечтатель. То есть ты хочешь сказать, что ваша талантливая молодежь остается в Роскосмосе работать. Кто-то тебе скажет, кто же в Роскосмосе. Я говорю, я послушал мужика, он с Бауманки. Он объясняет, что, как и чего. Он ссылается на статьи. Проблему решили давным-долго. Ты в стихнах, да? Есть два вида холодильников. Есть это с фреоном, да? А есть капельный. Да. Я знаю. За счет тепла идет охлаждение. Ну, это еще старая какая-то такая терня. Я не про это. Это на хрен никому не надо. Это опасно. Кошмарно. И вам на голову упадет. Солнечные батареи гигантские. Все, все. Все, батареи пленочные. Там это не пленка, там это совсем другое. Там это как она называется? Херня. Пыль какая-то это. Графитовая? Не графитовая, а как она называется? Я понял. Нанотехнологии эти, которые... Не суть. Проблема была в развертывании, вот в этих трубках. И он объяснил, что все запатентовано, номер патента. Он объясняет это все, да? Потом ссылку он давал на американский журнал. Вот эта херня, да? Там какая-то тетка. Почему-то тетка какая-то. Американка, я не помню название. Он просто разложил это все по частям. Показали это год назад, да? Ну, как бы я узнал только вот... Я понял, и шаг уже шевелит ушами, я понял. Да, 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 да. То есть год назад это было так, а сейчас уже как бы пошла сборка. Запустят, надо будет запустят. А самое главное, а самое главное... Не надо на самом деле. А самое главное, да? А самое главное. Чтобы что-то сделать, надо это сделать для чего-то. Точно. Мир сейчас уходит в стопор. Мировая экономика, мировая экономика для особо одаренных. Это весь мир. Вот эта вся экономика рухнет минимум на 50%. Вам не нужен нахрен космос. Задача ваша это распиливать и понты кидать. Вам не нужен космос. Это все, да. Вам космос не нужен. Нам ледоколы не нужны. Не нужно ничего. Вам вообще нахрен ничего не надо. Нам не нужно строить 36 реакторов по всему миру. Точно. Нахрен это не нужно. Кстати, поляки, слышали? Поляки сейчас это самое доказали у американцев. Три реактора, по-моему, да? И что? Не, ну слышали такое, нет? И что? И что? Поляки деньги ищут. А, я понял. Для американцев, да. А вы, а вы, а вы, это самое, даете деньги на эти все вещи, ваш народ сосет локоть? Кто сосет? Вы же спонсируете вашими же деньгами, вашего же бюджета. Кого? Вашими же государственными деньгами. Кого мы спонсируем? Вы же спонсируете покупку всякой хрени вашей. Советский Союз из-за этого развалился, и вы развалитесь. Советский Союз. Вот видишь, ты какой умный, да? Да, еще, конечно. Был бы по-настойчивому. Ты до Путина. Вы же спонсируете всех, да? Вот так. А то есть не можешь достучаться до него. Вот слабохарактерные вы, юки-пазы. Понимаете? Вот, понимаете? Вот все умные, особенно в чатру лески. До чего все умные, грамотные, юки-пазы. Сколько запустили спутников, сколько упало. Там это туда-сюда. Да вам их не надо запускать. Я же говорю, понты и бабки пилить. Я умную вещь тебе скажу. А про умную бабки, да, это самое. Я уж не буду, юки-пазы. Понты и распил. Пилка и понты. Понтовая пила. Пилка, это понятно. Это я уже слышал. Не первый раз уже слышал. Про пилки и распилки. Я вот тут сижу такой, дядька тут с Крыма вещает. И он рассказывает, тут мне один этот самый, как его, подписчик, да, написал. Говорит, ребята, говорит, ну я как бы догадывался, да, что все телевидение, да, неважно, российское, американское, там, украинское, без разницы, да, это как бы театр абсурда, да, грубо говоря. То есть в телевизоре постоянные люди объясняют, что и как. Понимаете, да? Но ваши же геббельсы живут этим. Ребята, вот еще раз говорю. Не помню кто, ну какой-то из этих из восточных, да, не помню кто, может слышали, да, там, говорит, если бы мой халал знал мои мысли, я должен был убить свой халал. Ну, кто-то из этих из восточных воинов. Понимаете? Я хочу завести мысль, да, вот телевизор, он, это, как сказать, это такая дымовая завеса, да. Так вы же про буксир атомный по телевизору же видели. Я не по телевизору видел. А по чем вы видели? Я в интернете нашел. А, в интернете нашел. Да, мужик, бауманки, это рассказал. Вот, он объяснил, почему это будет работать. Я не про то. А, и оно, и вы уверены, что оно будет работать? Он объяснил, что будет работать. А, так вам все, что угодно можно объяснить. Нет, так вы учились в бауманке, да? Я учился в круче, чем в бауманке. А кто еще круче? Я учился в Харьковском институте радиоэлектроники. Я встречаю ваших выпускников в бауманке. Они же обсираются, они же не знают ни физики, ни математики. Им же все, что угодно, любое, фуфло можно втирать. Все, 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 я все понял. Вы можете меня что-нибудь спросить по математике? По математике можете меня что-нибудь спросить? Не, не, я вообще, я двоечник. Это заметно, я понял. Я поэтому не говорю на эту тему. Не надо, не надо меня. Это самое там, таблицу умножения спрашивать, это самое. Я про другое. В интернете есть такой у нас физик-ядерщик какой-то такого, фамилия, не помню. Сейчас это самое, такой дедуля, вы мой за 70 лет. И вот он все втирал, да, вот это самое. Про космос этот, да. Ну, втирал, это втирал, так втирал. Не, не, но опять же, вы же все знаете, вот понимаете. Путин ничего не знает. Не, я такое же быдло, как и вы. В общем, не надо, не надо. И он говорил, там уран, вот этот военный, уран, который, да, сжигаем. Переделанное это по, это самое, ну, ядерное топливо, да. Он говорит, это преступление, это то, и то, и то, и то, и то, и то, да. Как рассказать? То есть, это космический уран, который должен летать в космос. Ну, то у нас же из этой серии, да. А мы тут, так и, Росатом занимается преступлением. Подождите, вы хотите сказать, что вы на орбиту будете запускать атомные реакторы, а они потом будут сгорать в атмосфере? Нет, не понял, нет. Что нет? Они не будут сгорать в атмосфере. А куда, где они будут сгорать? Я вас слушал, я объясняю всю ситуацию, да. И вот такой дядька, он бегает по интернет-каналам, да, и рассказывает... Бояршинов, наверное. Не помню. Бояршинов. Может, да. Такой худенький, да, худящий. А, нет. Я имел в виду про того старого, который с бородой. Не-не-не, этот без бороды, он такой суховатый, ну, чем-то на Держитского похож такой, исхужавшийся такой, да, ну, без бороды только. И, в общем, да, он такой вещь говорит, там, да-да-да-да, ну, как сказать, у меня-то свое мнение, да, ну, клянусь, дядька не дурак. И тут есть такой блогер, да, в Афташоке. Вы читаете Афташок? Подписывайся? Нет, 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 слава тебе, Господи. Ну, правильно, не надо. Не надо. Ну, у него есть Ютуб-канал, так, ну, как это, ну, Прикоткин, Прикоткин, по-моему, Прикоткин. Ну, 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 так в чем суть? Ну, он суть, он вытащил этого старика и объясняет, говорит, я, ну, говорит, с одним поговорил, с другим там, нашел там людей. Вот он дело говорит или не дело говорит? И, говорит, никто, как бы, его не стал поливать грязью этого старика за старые заслуги. Ну, просто у старика поехала кукушка, скажем так. Он, как сказать, он заслуженный, там, все, атомщик, физик, все понятно. И, говорит, один только объяснил, говорит, ну, в чем он не прав. Я сейчас не буду, говорит, но это, понимаете. Но вы не поймете все равно. Да. Вы не поняли, в чем он не прав. Он не прав другому. Ничего не понял. Ну, в общем, деление атомов, там, в общем, Грубо говоря, что деление атомов, там, атом делится на атом, цепная реакция. То есть, он хочет, чтобы эта цепная реакция шла за счет электричества, как бы, да. Но, ну, говорит, это будет слишком тяжелый космический корабль. Так, Лех, я же вам сказал, как сделать. С солнечными батареями. Вы не поняли. Там, в общем, там другая тема, в общем, блядь. Он, для его создания нужно много энергии, чтобы реактор работал. Ну, и что? И что? И что? Да вам можно любую феню втирать. Еще раз. Вам, безграмотный, можно же любую феню втирать. Грамотный человек, да? Грамотный человек. Ну, у тебя информация совсем другого уровня. Понимаешь? Я, допустим, слушаю. Еще раз. Давай вернемся маленькую другую, да? А одиннадцатый год, наверное, или двенадцатый был, да? Появился такой дядька. У него там такие ролики в Ютьюбе. Сюрпризы дяди Вовы. И вот он рассказывает. Ракета такая, ракета такая, ракета такая. Вот это-то-то-то-то-то. Ну, как бы с этого момента, да? Ну, интересно, да? Ну, я слушаю. Интересно, да? Ну, я не то, что верил ему, да? Там, верил, да? Интересно. Рассказывать интересно. Просто подобно, да? Ну, никто этого не видел. Так я же говорю, вам же можно все что угодно втирать безграмотным. Еще раз объясню. Для безграмотных, как вы говорите. Он объясняет, для таких, как безграмотных. Вот есть ракета-калибр, которая летит до тысячи километров, да? Ну, это двенадцатый год, грубо говоря. Да? Ну, может, полторы. Он говорит, не знаем ли. Это засекречено, да? Проходит, грубо говоря, там три года. И эти калибры летят с Каспийского моря в Сирию. Пролетая две тысячи километров, да? А бедуины, которые на верблюде ехали по пустыне, снимают эти ракеты на телефон. И просто вы в ютубе там, они объясняют, Россия, 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 Россия. А, они видят, что это российские ракеты. Они видят, что это российские газеты. Ну, вы в интернете, наверное, заберите. Я понял. Им же сразу понятно. Они же смотрят, что-то летит такое. Сразу понятно, что это же российская ракета. Так вот, когда пролетели вот эти двадцать шесть калибров, да? А это было на день рождения Путина. Это когда было? Пять лет назад, да? О, великий русский рейх. Есть. О, вундервафли. Опять же. Опять же, да. Великого русского рейха. Да, да. Но это же неправда было, правильно? Так вот, когда они пролетели, а они летели Каспийская, Каспийская, Каспия, Иран, Ирак и Сирия. Они пролетели, грубо говоря, три государства, да? Тремя государствами имели свой полет. Так вот, над Ираном, это понятно, был чисто договоренность. Но вопрос в другом для вас. Как ракеты пролетели над Ираком? Это очень просто. А что там такое? Они летели низко. А, низко летели. Лопатой можно было сбить. Ну, не лопатой, но с рогатки можно было и попасть. С рогатки. У меня вопрос надо. Вы знаете, как ваше ПВО обсирается? Да, я еще не договорил. Ну, давайте, давайте, давайте. Я не договорил. Так вот, американцы, американцы отреагировали на эту керню только через двое суток. И что? Это вам так рассказали по телевизору или в ролике в интернете? И вы этому поверили? Американцы вышли с заявлением, да, через двое суток. Вопрос в другом. Как Россия договорилась с правительством Ирака, что американцы узнали только об этом? По факту. Кто вам? Вы проверили эти данные? Ой, блядь. Как вы проверили эти данные? Проверено в другом. Вы проверяли это? Я тебе еще раз объясняю. Американцы не были в курсе, что... Откуда вы знаете об этом? Я говорю про другое. Откуда вы знаете об этом? Которые полетели через пять лет. Понимаешь? Я понял. Откуда вы знаете об этом? Вы эти факты проверяли? Какие? Что Алькета прилетела? Нет, что американцы только там через два дня узнали. Как вы проверяли эти факты? Ирак, Ирак, оккупированная страна. Договориться помимо американцев, я про другое говорю. Вы не понимаете этого? Не, не понимаю. Откуда вы узнали об этом? О чем? О том, что американцы через два дня только узнали. Американцы не пропустили вам пролет России. Откуда вы об этом знаете? У них что, там стояли свои базы ПВО? А кто нет? Нет. Ну а какие силы ПВО стояли? А у американцев нет ПВО? Я же спрашиваю, какие силы ПВО стояли у американцев в Ираке? Американцев нет ПВО в Ираке? Ну, я же спрашиваю, какие силы у американцев ПВО в Ираке? И зачем они? Это было пять лет назад. Так я же говорю, вам можно любую херню скармливать, и вы ее будете хавать. Вы расщаетесь на пять лет назад и хаваете все сами. И ложкой, и утипа. Так я же не хочу с вас пример брать. Так я и говорю вам. Ракеты есть, ракеты летают. И что? На две тысячи километров. И что? И что? А в Советском Союзе же тоже летали ракеты на две тысячи километров. И телевизор это не говорил. А в Ютьюбе вашем вам все, что угодно, ватрут. И про двигатели, про вечные двигатели тоже по вашему телевизору мало рассказывают. Почти совсем ничего. А про Ютьюбе вам покажут вечные двигатели. Вы РНТВ смотрите, что ли? Не, не смотрю. Откуда вы знаете? Я говорю, что скорее всего по вашему телевизору вам мало показывают вечных двигателей. Телевизор это дымовая завета. Точно. А вот по Ютьюбу вам покажут вечные двигатели. Вы в него поверите. Вы же не будете это проверять. Еще один такой случай я вам могу сказать. Да, интересно. Любой фуфломицин вам можно показывать по вашему Ютьюбу. И у вас мозг не сможет определить, где там правда, а где ложь. Семья, можете проверить сами, да. Вот это такой интересный факт, да. Северный поток-2, да. Трамп там надо было выбрать, девочки, в Конгресс, да. Пионер Спири, да, строил же его. Ну короче, 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 короче. О чем ты вообще вещаешь? Вы знаете, кто строил Северный поток-2? Ну какое судно, что ли? Да, да, да. Ну какое это судно, ну и что? Какое это судно? У этого судна какая осадка? Понятия не имею. Но это неинтересно, да? Неинтересно. Главное то, что американцы могут взять и сказать, здесь не будет этого газопровода. Вы можете какой-нибудь, ваша страна, может какой-нибудь американский газопровод заблокировать? Послушай меня, у меня очень интересный вопрос. Вы можете американцам хотя бы один газопровод заблокировать? Вот он строится, а, например, Путин говорит, не будет здесь газопровода. Какие санкции вы можете против Соединенных Штатов ввести? Еще раз, я вам открою военную тайну. У американцев нет газопроводов. Я понял. Это я к примеру говорю. Вы американцам можете что-либо заблокировать? Я вам не рассказываю. Какое-нибудь строительство вы можете... Это их не проблема. Еще раз. Это ваши проблемы. Вы можете какие-нибудь санкции американцам сделать. Еще раз. Слушай, с тобой хорошо говно есть. Ты что-то сли сожрешь. Тебе не достанется, елки-палки. Дай слово сказать. Ты же не отвечаешь на вопрос. Ты же не можешь на него ответить. Я тебе задаю вопрос, ты не даешь. Я говорю, с тобой хорошо дерьмо ждать. Ну так давай свой вопрос. Только давай, давай. Как-то живее. И вот. Осадка. Осадка у пионер-спирита 27 метров. И что? Он дошел до глубины 29-30 метров. Он дальше идти не мог. Блин, вам вот, сука, можно все что угодно скормить. Вам можно скормить все что угодно. А что, специалисты об этом не знали? Понятно. Скажи, пожалуйста, а специалисты, которые западные, которые управляли этим кораблем, они что, не знали этого? Кто? Специалисты, инженеры, не такие тупые, как у вас. У меня контракт был до этой глубины. Они завели трубу до конца контракта. Все. Ну, верь в это. Я не буду спорить с тобой. Я ж не говорю ничего. Ты ж, ты ж, ты красавец. Есть москвенные карты, а есть этот самый? Я понял. Этот самый, как его? Вот этот самый, как его? Давай на этой оптимистической ноте, Google. Да, да, да. Ладно. А нехуй шастать. Все ясно. Субтитры сделал DimaTorzok.